За прошедшую неделю оперативная обстановка в Магнитогорске складывалась следующим образом. Всего полицейскими было зарегистрировано 91 преступление, 66 из которых было раскрыто. Среди противоправных действий зафиксировано 3 грабежа, 40 краш, 18 из которых раскрыты, а также 2 угона автотранспорта. В воскресенье 30 октября 2016 года многие горожане получили странные смс-сообщения. В данных сообщения говорилось о том, что поступили видеофайлы и для того, чтобы их просмотреть, необходимо перейти по ссылке. В дальнейшем все те, кто перешли по указанной ссылке, оказались жертвами мошенников и в результате их действий были сняты денежные средства, с банковских счетов, различные суммы. В воскресенье мне на телефон поступило смс, пройти по ссылке. Я по ссылке прошла и с моей карточки сняли 950 рублей, потому что телефон привязан к онлайн-банку. Также в городе Магнитогорске действуют мошенники, которые, приходя в объекты торговли, предлагают либо разменять крупную купюру денежных средств, либо хотят приобрести недорогой товар. В дальнейшем, когда уже отдают купюру номиналом 1000 рублей, 5000 рублей, говорят, что у меня нашлись денежные средства в размере 30 рублей. Продавец, соответственно, отдает уже и сдачу с той купюры, которая была представлена, и саму купюру. Поэтому обращаемся ко всем жителям города Магнитогорска, будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников. Ну и, конечно, если вы совершаете какие-то покупки, денежные средства и все ценные вещи необходимо хранить все-таки во внутренних карманах. А не так, как произошло у нас с жительницей ближайшей сельской местности, она приехала в один из торговых комплексов приобрести различные товары для строительства своего дома. В дальнейшем, рассчитываясь, уже показала, так скажем, всем ту наличность, которая у нее имелась. И когда во внешний карман она положила сумму в размере 27 тысяч, злоумышленники ее похитили, и, естественно, женщина осталась без тех денежных средств, на которые планировала потратить. Редактор субтитров А.Семкин